Давайте присоединим к нашему эфиру Татьяну Иванову, юриста и члена украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, понятно, что эти псевдовыборы, они никем не признаны на оккупированных территориях, но какие, по-вашему, юридические последствия они будут иметь для Путина и для Российской Федерации? Я думаю, что больше, чем у ответственности уголовная у Путина, она вряд ли ему уже добавится этими выборами. Понятно, что их никто не признает, эти выборы никто никогда не признается, и никаких юридических последствий для оккупированных территорий эти выборы не будут нести. Для самого Путина, ну, добавится, возможно, в его уголовные дела еще какой-то пункт о том, что он проводил псевдовыборы на оккупированных территориях. Но я думаю, Путину одним грехом, одним преступлением больше, одним меньше уже роли никакой не играет. Да, Татьяна, вот все-таки же 30 сентября Путин хочет, чтобы и руководители, и, значит, главы оккупационные, и гауляйтеры на местах все праздновали этот день воссоединения с Российской Федерацией. Ну, по факту сейчас такие активные боевые действия идут, что даже непонятно, от кого они это ожидают. Вот есть у вас какая-то информация в Мелитополе, в Мариуполе, в Донецке, к чему готовятся? Наши, например, сейчас в Опытном находятся вооруженные силы, это 10 километров от Донецка. Что, они с флагами выйдут российскими в центр города? Ну, я хочу сказать, что какая Россия, такие у них и праздники. То есть какая лживая вся пропаганда России, какая лживая политика России. Вот такие лжиживые у них праздники, которые они назначают. Луганская, даже Луганская область не находится под оккупацией полностью. Не говоря уже про Запорожскую, Херсонскую и большая часть Донецкой области тоже не в оккупации. И поэтому как можно назначать праздник, утверждать его, что это день какого-то воссоединения, если они не смогли освободить ни одну область, кого с кем они воссоединяют, если эти области еще не их? Ну, это в духе России все лживое, вот такие же лживые праздники. Поэтому ничего удивительного тут нет, это никого не удивляет ни у нас здесь, ни за рубежом, ни даже на оккупированных территориях. Я разговаривала вчера с оккупированными территориями, большая часть жителей вообще не знают о том, что такой праздник им там предстоит. Они о нем слышать не слышали. Те, которые там, всего три человека мне сказали, что они слышали о том, что будет там 30 сентября какой-то праздник новый утвержден, о том, что там кто-то с кем-то объединился. Они даже не понимают кто, с кем, когда, зачем. В чем смысл этого праздника, не говоря уже о том, чтобы кто-то пойдет его праздновать. Об этом там даже речь не стоит, и никто не собирается это делать. Татьяна, по поводу, возвращаясь к псевдовыборам, а кто пришел к власти на оккупированных территориях, и хоть какие-то коврижки получили те коллаборанты, которые перешли на сторону врага? Я сомневаюсь, что там кто-то какие-то коврижки вообще может получить. Потому что даже то, что дается коллаборантам, это все дается временно, пока они используют этих коллаборантов. Вот пока коллаборант нужен для того, чтобы он сделал какие-то определенные, выполнил функции, сделал то, что от него требуют, выполнил задания, ему еще могут что-то давать. Как только этот коллаборант уже все выполнил, или понимают, что он не может выполнить то, что ему поручили, то, в принципе, его ждет участь такая же точно, как проукраинско настроенных наших украинских граждан, которые на оккупированной территории. Иногда даже еще и хуже участь ждет, потому что его начинают обвинять в коррупции. Они друг друга отстреливают, они друг друга садят в тюрьму, они друг друга убирают с должностей и все остальное. Ну, в общем, это все иллюзия о том, что там кто-то что-то может получить от Российской Федерации, а тем более коллаборанты. Они их считают предателями Украины, и точно так они считают, что в один прекрасный момент они могут предать Россию. И никто их там серьезно рассматривает. Им в открытую так и говорят в России. Ну, вы же Украину предали? Когда-то вы предадите нас. В МВД, в МГБ на оккупированных территориях в Донецке и в ФСБ в России на них всех заведены личные дела. И в этих личных делах прописывается, что они неблагонадежные, потому что они предали уже свою родину. Поэтому нельзя им особо доверять. Так что все это очень-очень мнимо, и зря коллаборанты на это рассчитывают. А что касается выборов, так я хочу сказать, что вот я общалась все эти дни, и пока шла предвыборная кампания, и пока шли выборы, так люди рассказывают, что мы не удивимся, если и вы, Татьяна Борисовна, которая с 2014 года ни разу не была в Донецке, по спискам пройдете, что вы голосовали. Потому что птички ставят за всех, кто когда-то в списках был зарегистрирован в городе Донецке. Идут голосовать по украинским паспортам, по ID-картам украинским. Даже если ты не гражданин России, у тебя нет паспорта, гражданина России, тебе разрешено на российских выборах проголосовать за какого-то там кандидата. Главное, ты поставь птичку за единую Россию, и не имеет значения, если вообще, ты можешь вообще без документа прийти. Главное, чтобы ты птичку поставил за единую Россию. Ну, вот такие эти были выборы. Большая часть граждан на выборы, естественно, не ходила, и выборы были нарисованы. И, естественно, были угрозы, люди жалуются на то, что те, кто не открывал дверь, кто не пускал домой, когда к ним приходили, если после двух-трех раз, когда к ним вернулись, они не открывают двери, им начинали звонить руководители предприятий, где они работают, директора школ, где дети учатся, воспитатели детских садиков, куда ходят дети, говорили, ты там не балуйся, открой дверь и поставь в бюллетене там что-то, иначе завтра приходи с заявлением на увольнение, или завтра твой ребенок не будет ходить в садик. Ну, то есть, даже вот такие давления были, не говоря уже там о том, что приходили люди с оружием, вооруженные в форме военной. То есть, вот то, что там происходило на этих территориях, вот такие были выборы. Ничего нового, методы одни и те же, да, но мы надеемся, что скоро эти территории будут освобождены силами обороны Украины. Я, знаете, единственное, что хочу добавить, вот вы сказали, что никому гауляйтеры не нужны. Вот я не согласен, Кириллу Стремоусову, автору цитаты «Это ни на что не влияет», когда он стоял в центре Херсона, и это повторял раз в десять, ставят в Симферополе памятник в ближайшее время. Поэтому, возможно, все-таки вот такая участь ждет каждого гауляйтера в перспективе. Такой гауляйтер, как он сам, ставит ему памятник. Сами придумали, сами поверили. Спасибо огромное, Татьяна. Татьяна Иванова, юрист, экс-член украинской делегации в тристоронней контактной группе по Донбассу, была в эфире канала «Фридом». Благодарим. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.